И всем привет ребят, с вами Стрыванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашему замечательному бездонат аккаунту, сегодня я наконец-таки полноценно добрался до него, выполним сегодня заданки ежедневные впервые за довольно длительный период времени, плюс ко всему прочему после того как выполним заданки откроем ультраконтейнеры, которые мы вместе с вами набили за супермиссии. Надеюсь, что получится все это дело быстро оформить, но единственная проблема это в том, что нам надо будет сыграть точно два боя в режиме штурм, поэтому долго затягивать все это дело не будем, потому что иначе это и так уже будет на довольно длительный период времени. Ну и постараемся как можно быстрее выполнить эти заданки. Как вы знаете, сейчас у нас проходит битва ютуберов, я сконцентрирован на набитии звезд на своем основном аккаунте, соответственно на бездонате. Я ничего практически не выполняю, за исключением той самой супермиссии, которая была у нас с замечательной вот этой вот заданочкой, как она называется у нас-то, ну вот эта заданочка, которая была на 300 танкоинов. Да, 10 дней надо было по одному бою выигрывать и получить можно было за все это 300 целых танкоинов. Я ее, конечно же, выполнил, свои три соточки на бездонат аккаунтик благополучно заработал. Ну и теперь мы продолжаем на основочке лететь дальше, ну а здесь есть возможность открыть еще и ультра контейнеры, которые мы накопили. Я открывал обычные контейнеры, соточку, и у нас получилось набрать очень хорошую активность на этом видеоролике. Я понял, что вам этот момент интересен, мы копим следующую сотку и будем следующую сотку тоже открывать здесь на бездонат аккаунте. Но пока сегодня мы просто откроем ультра контейнеры. Ну и выполним заодно все те заданки, которые у меня есть, которые, ну можно так сказать, немножко я менял, менял. И сейчас так получилось, что все эти три заданки можно в одном режиме выполнить. Надеюсь, что у нас получится это сделать крайне-крайне быстро. Против запикивается группа. Борее всего попытается сейчас выиграть, задефать. Надеюсь очень сильно на то, что наша команда сейчас начнет тянуть. Потому что если мы бы выиграли ее досрочно, это было бы очень и очень круто. Они играли здесь вот эти вот замечательные 13 минут. Ну и если противник начнет грамотно дефать, то скорее всего мы будем играть все это время. Но киллы-то тоже можно набить быстро, если противник жестко и грамотно играть будет. Поэтому пробуем. По званию вы видите, что у меня осталось 13 тысяч. Я честно говоря не знаю, когда выйдет этот видеоролик. Быть может он выйдет очень и очень скоро. А быть может он наоборот. Будет у нас лежать какой-то период времени. И уже может даже там я и легенду какую-то получу. Но пока что ситуация вот таким образом обстоит. Что нам уже осталось почти 12 тысяч опыта до первой моей легенды. Изначально цель была моя то, что я к своей легенде получу уже пловый дикострайкер плюс резисты и плюс дрон. Но как оказалось на все это дело надо потратить очень и очень большое количество кристаллов. Это раз, но кристаллы это не главная проблема. А главная проблема это то, что времени для прокачки без ускорений нужно очень и очень много. Соответственно я пока что нахожусь на той стадии, что у нас уже больше половины прокачано. Но до максималки, чтобы дойти, надо еще потратить крайне-крайне большой период времени. И к слову, сейчас мы вот эти катки сыграем, когда зайдем в гараж. Я вам покажу, как у нас дела во-первых обстоят с прокачкой. И во-вторых, я скажу, что мы пока что с прокачками оставим и не будем качать. Пришел такой период времени, когда я для себя понимаю, что если я продолжу качать все так же в плюс по шагам. У меня в конечном итоге, скорее всего, не хватит кристаллов на те самые нужные предметы. А именно на сам дикострайкер, на пушку и корпус. Потому что кристаллов хавать начало много. За каждый шаг после уже где-то, наверное, там 12-го. А надо прокачивать до 20-ти. Ну и кристаллы теперь получать на таком аккаунте уже стало, понятное дело, что тяжелее. За счет того, что с контейнеров падать начало намного-намного хуже. И для кого это тоже не секрет. Поэтому с получением дополнительных кристаллов уже есть некие проблемочки. И, возможно, лучше нам немножко притормозить с прокачкой резистов. Сконцентрировать свое внимание на полной прокачке дикострайкера. А уже после этого вернуться к этим замечательным резистам. По резистам у меня, к слову, уже качается с 44-го до 45-го. Соответственно, реза будет по 45 шажочков. И есть один резист, который у меня качан, наверное, вроде на 40. Который я получил со спецпредложения с этой замечательным премиум аккаунтом. И вот этот вот как раз-таки с петуху эту. Вернее, не с петуху, а этот замечательный дрон тоже до 45-ти я просто докачаю. И у меня будет 4 резиста по 45. По сути, без донат аккаунта, для такого аккаунта, который есть у меня сейчас на данный период времени, по 45 шагов резисты это очень и очень неплохой результат. При этом, если у меня будет фуловый дикострайкер, ну и потом, может быть, будет еще фуловый бустерочек, который я также прокачиваю, но его еще качать еще дольше. Если там столько времени надо потратить на его прокачку, то это будет тоже очень и очень круто. Так, 86% овердрайва у меня есть. Противник дефит, как я и сказал, что там запикалась группа, которая будет выигрывать. Ну и, кстати, это очень хорошо, что она запикалась, потому что каточка у нас будет досрочная. Мне уже выигрывать бои, ну, не сказать, что прям не нужно. Можно, хотелось бы, понятное дело, выиграть, но так уж эта победа прям. Кровь из носу не нужна, как была с вот этой вот заданочкой, где нужно было выиграть один бой, войти в топ-3 победившей команды, и тогда получаю за эту заданку один контейнер, плюс идет цепочка, а в цепочке в конечном итоге можно было получить что? Правильно, 300 танкойнов, которые я благополучно получил. У меня уже сейчас на Айке здесь 400 есть. Ну и я надеюсь, что мы еще эти танкойны подкопим, и, быть может, уже какой-нибудь там через один, например, челлендж приобретем, или еще что-нибудь. Я, кстати, скорее всего, вот этот вот челлендж, который сейчас у нас есть в игре, к сожалению, не смогу пройти, не смогу получить эту сотку, соточку танкойнов, потому что, как я уже и сказал, что я сейчас заданки здесь особо не выполняю, чисто концентрирую свое внимание на прокачке, на прокачке звезд, на акценте исключительно ивенте битвы ютуберов. Да, но когда у нас это все дело закончится, то тогда, я думаю, что уже мы сможем еще и параллельно здесь продолжить тоже прокачку нашего без донат аккаунта. Поэтому лишнюю сотку я, к сожалению, не получу. Мог бы вообще, в принципе, на этом аккаунте пока что не катать, да, дабы не отвлекаться, но в связи с тем, что у нас есть здесь премка, я покупал спецпак, то как-то будет неправильно, если я не буду вообще ничего здесь делать, я просто, например, буду заходить, забирать по одному конду, плюс была хорошая миссия, почему бы ее не выполнить, почему бы быстренько ее не бахнуть. Так, и, кстати, у нас очень хорошая за 8 минут каточка закончится сейчас, и, возможно, я сейчас быстро пикну еще разочек, и в надежде, что я попадусь против этих же самых молодых людей, и они либо попадутся за меня, либо я попадусь против них, и мы быстро завершим еще одну катку, заодно заработаем 300 кристаллов и заработаем 10 тысяч урона. Соответственно, все эти 3 миссии у меня будут выполнены. А вот эта вот миссия, это просто ужас. То есть 20 боев завершить для меня, как игрока, который выполняет на аккаунте ежедневные только заданки, а порой вообще даже их еще и не выполняет, да, то есть 20 боев выиграть за неделю, это, ну, нормально времени надо потратить. При том, что у меня часто бывает такое, блин, задев нас закинуло. Плоховато, я бы за атаку хотел попасться. За атаку шансов больше завершить досрочно, но если нету никаких групп, да, против. Если, конечно, есть группа, то задев тоже можно нормально тушануть, поэтому лучше давайте попробуем перепикнуть. Быть может, мне повезет с карты. Кстати, дюсик, вот, например, за атаку это очень хорошая карта. Хоть нас команда противника выиграла за деф. О, найс, перепикнул и за атаку запикался в этот же самый бой. Супер. Надеюсь, мы сейчас очень быстро досрочку сделаем. Здесь 3 флага есть. Противника вроде как такового против у нас нету. Серьезного, я имею в виду, там группа какой-то, там еще чего-то. Поэтому быстренько попытаемся все это замечательное дело доставить. Офигеть, я на таком тоненьком моментике достал сейчас флажок. Ну и вообще, в принципе, да, то есть мне играть на штурме за атаку намного приятнее, чем за деф. За деф ты понимаешь, что тебе надо набить 150 килов. Здесь у тебя все-таки есть возможность сделать досрочку в бою, и ты как бы к ней стремишься. Да, а там что, 150 килов, ты знаешь, ага, мне надо 150 килов набить. Там более быстрые досрочки у тебя, ну, по сути, шанса нету сделать. Да, то есть тебе надо набить эти 150 килов. Здесь все-таки с флагами, мне кажется, что ситуация обстоит немножечко проще. И в моменте, ну, если прям жестко постарается команда, если мы вместе все будем тащить, 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 тащить флажочки, то сможем сделать намного быстрее вот эту вот самую досрочную битву. Как у нас, по сути, сейчас в этом бою все дело и происходит. 42 на 14 у нас, даже уже 48 еще доставки мейте-мейте делают. Это очень хорошо. Что касаемо, кстати, я, может быть, когда-то высказывался, но выскажусь еще раз. Что касаемо того, что сделали в штурме 150-очку вместо сотки, с одной стороны, я с этим согласен, потому что в штурме на сотку бы тогда на 15-минутных боях бы очень-очень быстро бои бы заканчивались, но с другой стороны, когда мне надо выиграть как можно быстрее катку, то, ну, такое, такое-се, такое-се. Все равно надо потратить больший период времени. Так, ну, у нас уже 72 есть. А, кстати, еще здесь же прибавили очки за флаг, да, то есть было у нас по 5 очков-то вали в общую вот эту вот замечательную казну, теперь по 6 дают. То есть, по сути, если надо было доставить 20 флагов, то теперь надо доставить 25, то есть количество флагов, не сказать, что сильно увеличилось, за счет вот этого дополнительного буста. Но все равно надо стараться. Надо стараться ехать, 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 ставить, 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 ставить. Наш тиммейт ставит. У нас там есть мамонт какой-то славка чем. Вот он, кстати, очень... Вот, вот этот, вот этот, атом 7. Ну, молодец. Он еще из-за джампера играет. Вообще красавчик, чел. Старается доставлять, старается быструю досрочку сделать в штурме, играет в соло, и при этом очень-очень хорошо старается выигрывать такую катку. Но за это, конечно, я могу только респектануть такому молодому человеку. При этом у него 7000 ГС. Да, то есть он играет на мамонта Страйкере с лавкачем. А, он, кстати, даже перевед мне передает. Ну, тогда, в принципе, я не удивлен, что он играет на мамонта Страйкере и играет еще и с лавкачем. Он отлично понимает, какой дрон ему лучше всего использовать. Ну и корпус у него тоже хороший, который с овердрайвом будет тоже очень эффективно работать. Ну, тогда все четко. Молодчик, если смотрит видеоролик, то привет ему. Привет, привет, боец, привет. Привет. Так, ну что, доставляем. Хорошо, 906-ярочка уже есть. Бомбовая. Еще одну доставочку тиммейта оформляет. 102. Нам осталось не так много доставить. Еще одну доставочку оформляет. Супер. За 4 минуты уже 108. То есть, нам осталось всего лишь поставить 7 флагов. 7 флагов. Наш тиммейт ставит. Нет, к сожалению, не ставит. Но есть хорошее количество тиммейтов, которые все время едут, 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 строятся, 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 бойцы. Молодцы. Молодцы. Приятно играть вот в таких командах, в которых видно, что есть команда, которая реально хочет выиграть. Которая старается сделать досрочный бой. Да, то есть, реально потеет, а не команда, которая, например, стоит АФК, а просто там играет в ТДМку, хотя у них режим штурма, им надо за атаку вести флаги. Да, то есть, мне вот лично, с точки зрения игрока, который хочет выиграть быстрее и вообще, в принципе, выиграть бой, мне очень приятно играть с такими ребятами, которые тоже имеют нашу общую цель в этом бою. А, сходка у меня, правда, уехала, мамонт доставил, красавчик. Не успел я овердрайв завязать. Так, нам осталось пять флагов. Пять флагов, атом летит. Атом, я, кстати, думаю, что должен, по идее, овердрайв прожимать, если он правильно мыслит. Жмет он овердрайв? Да, жмет, красавчик. Но его все равно изида схавало. К сожалению. Но сделал он все правильно. В том моменте все было грамотно исполнено. Так, ну мне тоже было бы неплохо, наверное, овер прожимать. Вот так вот. И стараться доставлять, но мне не хватило хп. Офигеть, противники начинают дефить. Не люблю я, когда вот такие катки начинают ребята пытаться задефать. Но у нас, видите, есть команда, которая стоит с пригоркой и пытается вот именно расстреливать эту доставку. Это тоже очень грамотное действие со стороны нашей команды. Доставку расстрелять, это очень полезно. Так, вот эту еще реквизиду сольют. Было бы супер. Так, она отвлеклась полечить. Блин, отвлеклась и сразу повернулась. Ладно. Пробуем, 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 пробуем. Есть контактик. Хорошо. Осталась четверочка. Четверочка доставочек. Ну и бойцы, сейчас мы будем открывать ультраконтейнеры. Я, конечно, надеюсь на то, что у меня что-то хорошее дропнет в коем-то веке. У меня будет 16 ультраконтейнеров, которые я открою по одному. Я надеюсь, что с этих 16 ультраконтов мне что-нибудь интересное упадет. Потому что если мне не будет падать ничего интересного с ультраконтейнеров, ну это будет беда. Это будет бедища. Это будет просто беда бури. Конкретная. Так, две доставки осталось нам. Семь минут мы боя играем. По сути, мы можем завершить, наверное, эту же катку. Примерно за тот же период времени, что мы и завершили предыдущий бой. Но там противник выиграл за атаку. Так, флаг это какой? Правый, да? А левый кто везет? Левый, наверное, вот этот мамонт везет. Я дождусь его уже. Офигеть, викинга-смака. Хорош, красавчик, лучший просто. Так, один флаг остался. Знаю, что наша команда сейчас как-то забайтила противника. Как-то забайтила противника, чтобы меня вот эти вот молодые люди не схавали. О, наш тиммейт ставит. Нормально. Либо я, либо тиммейт бы поставил. Либо супер. Две тысячи еще за такую катку получил. Шесть звезд сверху заработал. Так, забираем ежедневные заданочки. Раз, два, три. Все забрали сверху. Кристаллы получили. Шестьсот тысяч крио у меня, ребят. Шестьсот тысяч кристаллов у меня на аккаунте. Так, это есть, это есть, это есть. Ну, вот эта вот заданочка будет у нас висеть еще и следующую неделю. Печально, конечно, это осознавать, что у нас целая заданка, за которую дают 200 звезд. Один контейнер обычный, один недельный. Останется еще на неделю, но что поделаешь, что поделаешь. Так, и по прокачкам я хотел тоже пройтись. Хотел вам показать, рассказать. Так, по 12 шагов у нас уже дикострайкер качан. Три дня на его прокачку. По дрону у меня уже бустер на 12 качан. Я, кстати, сегодня вот перед стартом этого видеоролика задумался о том, что я сейчас прокачиваю бустера. Бустер со временем уже становится неактуален. Да, то есть, вот по сути, если бы я качал здесь не бустера, а ловкача, это было бы, как по мне, намного-намного актуальней. Но что поделаешь, уже бустер будет фуловый. Потом, может быть, после него начнем прокачку ловкача. Но для начала нам надо будет не ловкача прокачивать, конечно же, а резисты. Резисты дикострайкера у меня будет. Потом мы будем акцент сделать на замечательных резистах. Так, по резистам, вот ситуация такая. Через 6 часов эти резисты станут по 45% и вот рез от фреза уже качается на 42 шага. То есть, соответственно, я по 45% их сделаю и будет тоже уже неплохо. Эти 600 тысяч кристаллов потратим на прокачку дикострайкера. Не знаю, сколько там надо будет кристаллов на все это дело. Ну и потом, возможно, уже докачаем. Ну, плюс на бустера надо будет очень много кристаллов. Бустер очень много хавает. Ладно, все. Вроде все, что хотел рассказать, рассказал. Поддержим видос лайком, ребяточки. 150 набирается. Мы новое открытие бахаем. Поэтому работаем, ребяточки. Надеемся на то, что-то хорошее. Два синих подряд. Синие это, считайте, зеленые. Зеленые это, считайте, белые. Да, то есть, пока что ничего интересного не было. Если хоть одно фиолетовое упадет, я уже буду рад. 3000 кристаллов. Ясно понял. О, фиолет. Не краска. Блин, 100 батареек. Офигеть. Это еще хуже, чем краска. Лучше краска упала, чем 100 батареек. 3000 кри. 100 всех припасов. Ой, 100 всех припасов. Говорю, 100 ддшек. Мины. 10 кри. Ну, хоть 10 кри упала. И все. Офигеть. Офигеть. 20 тысяч кристаллов я поднял. 16 ультраконтейнеров. Ну, 20 тысяч кристаллов, в принципе, на прокачку какого-то одного шага. Это не так плохо. Ну, и у нас уже есть 48 кантов. Забрал ли я? О, не забрал. Всегда забирайте, конечно же, вот здесь. Вот еще контейнеры, бойцы. Забирайте отсюда. Забирайте еще сверху расходку. Расходка по 200 кристаллов. Это очень приятная вещь. 30 аптечек за 200 кри. Ну, и... Ну, и не знаю, что делать с этими замечательными ультраконтейнерами. Не падает мне. Не падает. Вот как бы я бы не хотел, чтобы мне что-то интересное упал. Ничего с них не падает. Ничего интересного, к сожалению, не падает. Какой-то вот такой вот у нас видеоролик, бойцы. Поддерживайте с лайком. Подписывайтесь обязательно на канал. Следующие видеоролики, я думаю, что будет уже посвящен открытию контейнеров. Когда у нас наберется сотка. Вряд ли до этой сотки что-то у нас будет. Хотя, может быть, легендочка. Легендочка, может быть, будет. Поддерживайте с лайком. Подписывайтесь на канал. Если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был Мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.